Победей заслуженный, не дали ни одного шанса торпеда. Ребята меня доволен. Итоги будем подводить после окончания чемпионата. Или специалисты будут подводить. Ну вы же специалист. Что еще сказать? Очень неприятна та обстановка, которая перед матчем, потому что все почему-то стал самый большой вопрос, почему мы играем у себя дома. Правильно? Или нет? Так вот я очень хотел бы, чтобы торпедовский руководство объяснило всю ситуацию. Они к нам летом. Поступило предложение. Они попросили, чтобы сыграть этот матч домашний. Мы пошли к ним на уступки. Почему мы сейчас виноваты? Правильно я говорю или нет? Вы просили? Я прислушаю. Я не могу. Это мой у Кировнистов. У Кировнистов. Так давайте будем тогда объективны. Или мы будем опять играть где-нибудь на огороде. Радуйтесь, что есть шанс играть на стадионе «Динамо». А мы устраиваем какой-то балаган. Видите, «Динамо» имеет преимущество. Мы в этом году играем на трех стадионах домашних. На «Маяковке», на «Тракторе» и на «Динамо» в Минске. Мы, ребята, молодцы, доказали своей игрой. Поэтому у вас сомнений тоже нет. Правильно? Уже хорошо. Вопросы? Положенный Калиласко. Ваши питания? Василий Витальевич, команда за сезон не пробила ни одного пенальти. Это такое, я не знаю, событие какое интересное. Как вы это прокомментируете? Это единственная ставка Хадасевич, которая сработала в этом году. А вы ему поверили? Нет, что ему ни одного пенальти не пробило. Я вообще не слежу за его прогнозами, они у него не сбываются. Ну вот видите, это единственный, который сбылся. Ну а если серьезно, это вот в чем причина? То, что ребята не падают штрафной, не просят или их не сбивают? Или же это какая-то... Ну, если вы хотите, мы вам сделаем нарезку 6-7 чистых пенальти, которые... А это те же очки. Мы можем сделать 6-7, это 100% пенальти. Вопросы, я думаю, что надо задавать. Но у нас же, как я говорю, у нас же судьи всегда правы. У нас плохие тренера, плохие футболисты, но судьи у нас, они всегда правы. Мне хотелось бы, чтобы... Мы все же люди, мы всегда ошибаемся, все. Руками забивают, нормально. И тишина. Следующий вопрос. Сегодня последний матч сезона, и... Скажите, пожалуйста, вы вообще знаете что? Или может быть будущая команда? Ну, прейсбол больше всех знает. Вы к ним обратитесь, мне все расскажут. Они знают все. По достоверной информации, того-то увольняют. По достоверной информации, тот приходит. Ну, они все знают, значит. У них спрашивать. Я вообще ничего не знаю. Я знаю одно, что Динамо будет в следующем году играть в Еврокубках. У нас есть подписано там человек 10-11. Вот это я знаю больше, я ничего не знаю. А как игроки себя чувствуют? Да нормально. Необъясненности или... Нормально себя, ну что им делать? Надо ехать отдыхать, пока набираться сил. Без клубов они не останутся. Логично. Я говорю про белорусов. О, видите. Как вы оценили, как вы оценили на своем состоянии? Я скажу, что люди максимально сделали возможное. Вот. И большая благодарность тем людям, кто отработал, кто убирал снег, кто приводил поле в надлежащее состояние. Потому что, я думаю, наверное, это были одни из лучших условий, где мы играли. Ну, если бы взять по всей Беларуси. Хотя я не знаю там, как, где что, справлялись. Но большие молодцы. Микрич, там был контракт закончился. Да. Он сегодня в Незярке остался. Ну, уже история знает, какие такие случаи, когда заканчивался контракт до конечного сезона. Может быть, была какая-то невозможность помнить, на пять дней, на неделю, как раньше. У него же... Он в связи с... Есть закон такой, что ты уже можешь предварительно контракт подписать за полгода, до того, как у тебя заканчивается контракт. Он его подписал, я не знаю, там, в августе, может, или когда подписал. Вот. И... У него уже с первого числа уже контракт в новом клубе. Как мы можем цирку ставить? Что за что? Ну... Я не знаю даже, почему. Не знаю, в вопросах проверяете. А меня проверяете? Нет, не понимаю. Не получится. Не за что. До свидания. Скучно вам без меня будет, да? Спасибо.